Всем привет! Меня зовут Даша Кей, и сегодня я вам расскажу о своих фаворитах в бюджетной косметике. Сейчас вообще очень сложно назвать какую-то косметику бюджетной, но я все-таки постараюсь выделить не очень дорогие мои любимые средства. Автозагар Сент-Морис. Вместо того, чтобы загорать в солярии, я наношу постоянно автозагар. У меня была такая проблема, что мне не нравился запах никаких автозагаров. Я раскрыла один секрет, что не нужно наносить его слишком много, и тогда не будет запаха, и выбирать, естественно, какие-то проверенные бренды. Мне нравится Сент-Морис, он достаточно простой, обычный, бюджетный, со своими задачами справляется, и мне идеально подходит. Я люблю оттенок медиум мешать с дарком. Я поняла, что когда я загораю на солнце, просто веснушек появляется меньше, чем когда хожу в солярий, потому что когда хожу в солярий, появляются вот такие вот прям нежелательные темные веснушки. Я знаю, с чем это связано, но сейчас не буду затягивать. Собственно, идем дальше. Эти румяшки просто вызвали во мне какую-то любовь. Во-первых, они очень милые. Я не знаю, можно их сейчас найти или нет, но Beauty Bomb постоянно выпускает какие-то новые коллекции. Эти румяна прекрасны всем. Во-первых, оттенки сначала розовенькие, потом более темные, и внутри какой-то прям сильно-сильно розовый цвет. Эти румяна можно использовать даже для макияжа глаз. Точнее, я так и использовала. В общем, румяшки еще в виде котика. Я недавно праздновала свой день рождения, у меня были там только котики. И причем они такие дешевые и такие пигментированные, и так хорошо ложатся. Я не знаю, я не могу найти минусы. Конечно же, есть более усовершенствованные текстуры, но в своем сегменте это фаворит. И поняла, что мне очень нравятся эти румяна Wet n Wild. Я часто ими пользуюсь. Несмотря на то, что у меня много дорогих палеток, у меня рука тянется вот к этому бронзеру, точнее контурингу. Ну, он из-за того, что рыжеватый, я использую его как бронзер. Я сейчас уже не делаю контуринг, я просто вот так вот прохожусь в форме троечки по лицу и припудриваю Т-зону. Сзади у него даже нарисовано, как этим всем пользоваться. Красивая такая кимкардашная картинка. Просто, чтобы вы понимали, насколько я его люблю. У меня есть вот такой вариант этого бронзера. У меня есть второй такой бронзер. Тот, которым я пользуюсь, выглядит примерно как-то так. Показывать стыдно. Сразу понятно, что использую. Уже, по-моему, не первый раз я показываю эту палетку контуринга от Lamelle. Тут тоже приятные и красивые цвета контуринга и румяшек. Мне очень нравится вот этот оттенок для румян. Я потому что загорелая и пользуюсь еще дополнительно автозагаром. Естественно, мне хочется что-то потемнее для смуглокожих. Можно попробовать использовать вот эту палетку. В миксе стой и получается просто какой-то восхитительный эффект. Для губ я пользуюсь карандашом Гарда. Но знаю, что не у всех есть средства на этот карандаш. Поэтому у меня есть альтернатива. Это карандаш от Just. Но у меня он закончился. Я просто вот приложу фотографию. Я, мне кажется, уже показывала. Он один в один повторяет карандаш Гарда. Но и помимо Just мне очень нравится вот такой вот карандаш от Miss Thaise. Я думаю, вы знаете, что это за бренд. В общем, он у меня сейчас на губах. И смотрится он просто прекрасно. Несмотря на то, что он в карандаше, он как будто бы даже чуть-чуть гелевый. Я понимаю, что часто пользоваться трупными оттенками, как я люблю, невозможно. И нужно что-то такое розовенькое подобрать. И поэтому у меня есть вот такой вот микс. Это помада, точнее, XXL помада. То есть тут ее очень много от NYX. И вторым этапом идет масло-блеск. Я использую их вместе. И вот они у меня сейчас на губах. Выглядят очень натурально. И не скажу, что это как-то слишком розово. Я начала больше добавлять розово в свой макияж. Потому что хочу молодиться. Еще два моих фаворита. Это Reflame. Как ни странно, мне очень нравятся их текстуры. Текстуры и оттенки помад. Все, что я использую сейчас на губ, красиво с них сходит. То есть, знаете, главная проблема. Есть такие помады, которые в течение дня нужно постоянно поправлять. С вот этими средствами, которые я сейчас вам показала, не нужно это делать. Они красиво сходят с губ в течение дня или даже после приема пищи. Я уже показывала в видео, что я делаю кератиновое выпрямление. И я на него прям подсела. И средства с кератином, которые я вижу, я обожаю тестировать. С средства SOS Keratin сыворотка спрей, который наношу перед тем, как посушить волосы феном или уложить. Тем более, я сейчас осветлила прядки. Прядки, честно признаюсь, не очень хорошего качества. И я наношу прям побольше на них. Обязательно использую термозащиту. Помимо кератина, тут есть масло Амлы. Защищает до 230 градусов, что интересно. Он не утяжеляет и не склеивает волосы. И после даже сушки феном, они как будто бы такие же, но более какие-то напитанные. Следующее средство – это гиалуроновая алоэ-сыворотка от Garnier. Когда наносишь ее перед макияжем, она, во-первых, не утяжеляет его и не скатывается совершенно. Мне она нравится тем, что я могу нанести ее перед макияжем, и она не скатается. Что самое главное, в ней указан процент содержания гиалуроновой кислоты. Это сейчас актуально. Знаете, писать, что сыворотка гиалуроновая, но там не сказано, сколько в ней его, собственно, содержится. А тут указано. Я думаю, вы все видели это видео, где девушка сначала подготовила лицо перед макияжем и показала, где она не подготавливала лицо перед макияжем. Соответственно, разница была колоссальная с одним и тем же тональным средством. Сыворотка супер гладкая, и в ней содержится еще экстракт алоэ. Еще у меня сияющая база перед макияжем, которую я люблю. Это от Миша. Ее можно нанести как хайлайтер на самом деле. Я ее могу нанести на ключицы, и она прекрасно сияет, и можно не наносить сверху тон. Было очень тяжело выбрать какую-то бюджетную палетку. Мне кажется, на палетках не стоит экономить сильно. Мне очень нравится вот это вот от Рут. В 20-е годы. Такая вот палетка. И тут такие вкусные цвета. И самое главное, что соотношение цена-качество очень приятное. Тут прям вельветовые тенюшки, которые хочется наносить на глаза. Божественно пигментированная. Вот вы можете обратить внимание, какая это красота и вкуснота. Я очень люблю тени для бровей. И, наверное, самая разнообразная, недорогая палетка теней и качественная для бровей. Это вот Беспешл. Тут много разных оттенков, которые, наверное, подойдут всем бровям. Короче, Беспешл люблю, пользуюсь. Она вся грязная. Ну, все как обычно. Я не знаю, какую оду еще спеть ресницам, потому что я их очень сильно люблю. И мне кажется, они меняют весь макияж. Это пучки с Алиэкспресс, которые я просто обожаю. Именно эти пучки. Их так видно, что у меня почти что все спрашивают, что у меня за ресницы наклеены. И думают, что это наклеена лента. Сейчас я наклеила пучки только на уголки глаз. Но смотрится все равно вроде бы симпатично. Тушь, конечно же, самый незаменимый мой помощник. Это Sky High от Maybelline. Обожаю эффект. То, сколько ей можно красить ресницы. Что она не засыхает так быстро, как другие туши. И, естественно, эффект, который она дает, мне очень сильно нравится. Ее можно как чуть-чуть протереть, сделать легкий эффект. Либо просто взять из тюбика сразу же и нанести. И получаются жирные ресницы, которые видно, хорошо. Еще пучочков наклеить. В общем, очень нравится эта тушь. Она прям приятная. Самое главное, конечно же, она легко смывается. Мне очень понравилась вот эта вот подводка. Красивая, очень яркая подводка. И что очень важно, она застывает и становится полностью матовой. Она не блестит, как другие цветные подводки. Для меня это стало решающим фактором, потому что я люблю матовые подводки. Я очень часто стала делать макияж цветными подводками. Ее можно нанести как на верхнее веко, так и просто продублировать стрелку. Вообще, я много чего в макияже использую более матовое и делаю какие-то блики или акценты там, где мне уже нужно. Это были все фавориты на сегодня. У меня их на самом деле очень много. Я бы просто раскатегоричила, раскатегорила их по сегментам и рассказывала бы конкретно про продукт, потому что мне нравится пользоваться разной косметикой. И у меня бывает такое, что ближе лежит, тем я пользуюсь. И поэтому я стараюсь менять и перекладывать косметику. Одну убирать, другую доставать, тестировать, чтобы попробовать всю косметику этого мира. В общем, я люблю экспериментировать, но не сильно, честно говоря. У меня есть свои фавориты. Вот такие вот фавориты у меня получились. Надеюсь, вам понравилось это видео. А с вами была Даша Кей. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.